Дизельная репетиция Ну и здесь, собственно, то, в чем смысл сегодняшней программы, какие месседжи мы сегодня хотели бы донести или, наоборот, опровергнуть о том, насколько велика стоимость дизеля в цене перевозки фруктов, овощей с юга, к примеру, потому что перевозчики сейчас подняли цену порядка 10-20% сейчас рост на вот эти услуги. И, конечно же, хочется узнать, наверное, и мне, и вам о том, насколько велика вообще доля топлива в перевозках между такими большими городами. Ну, например, а я для сравнения взял Алмату и Нур-Султан. Ну, об этом сегодня поговорим и, конечно же, о том, что в целом на рынке, когда это все завершится или, может быть, оно уже завершилось. Ну, давайте вначале посмотрим небольшое видео. Гуляет в соцсетях оно, в мессенджерах, может быть, вы его видели. Сейчас я, давайте мы его посмотрим, и я его чуть позже прокомментирую. Буквально там полторы минуты. Сегодня 5 октября, говорят, что в Казахстане солярки нет. Вот российские машины приехали, возобравляются в Олимпиадске направка. Вот вывозят солярку, а нам солярку не дают. Вот, заправляют. Говорят, что солярки нету. Сейчас цену скажем еще. Казахстану. Местным не дают, казахстанцам. Вот, смотрите, по 164 тенге отдают. У нас по 270 не дают даже заправку. Вот, в день, не знаю, по 90 тонн вывозят. Каждая машина по тонне, по 1,5 каждый день вывозят. То же самое и газ. По 3-4 рейса в день делают. Куда смотрят сотрудники, участковые, Акимат. Ждал пстуртинга димберватер. Без ограничений вывозят. Куда смотрят пограничники, комитетщики. Делайте выводы. Вот, желал пстуртинга димберватер. Ну вот, такое видео, может быть, вы его уже видели, сталкивались. Выпустил Акимат вот этого района комментарий. Заправляли туда не дизель, а 92-й бензин, потому что в округе, в этих АЗС дизель не отпускают уже некоторое время. Ну, даже для бензина 92-го это достаточно низкая цена, во-первых. Во-вторых, его заправляются, его, этим бензином заправляют российские автомобили. Заправляют очень большое количество. Это не стандартный бак легкового автомобиля, где там 60, 80, 100 литров. Заправляют большегрузные автомобили, переделанные, увеличенные баки. Бывает там 1000, 2000, 3000 литров даже доходят. При этом, если обратите внимание, посмотрите видео, еще раз на паузу поставите. На этих автомобилях грузовых вообще стоит ГБО, газобаллонное оборудование. Они, может быть, ездят на газе, может быть, они и газ заодно вывозят. Но, в общем, тенденция такая. Дело в том, что официально в Казахстане введен запрет на вывоз дизельного топлива, бензина, сжиженного газа и так далее. Но вывозить, скажем, вот такими серыми схемами в целом не запрещено. Это бак автомобиля. Да, он может вмещать не 100 литров, а 3000 литров. Но это в целом не нарушение. И заправки это заправляют. И дело в том, что об этой ситуации я писал и говорил уже с 2019 года. Бензин, дизель из страны утекает очень большими объемами. Вот по дизелю я эту цифру подчеркну. Если вы вдруг смотрите впервые. В 2017 году, по итогам 2017 года, до модернизации наших трех заводов НПЗ, мы производили около 4 миллионов тонн дизельного топлива. Ну, там 3,9 с хвостиком, округленно 4. Под итогом 2021 года, по плану, мы ожидаем в районе 4,9 миллиона тонн. То есть мы нарастили за вот эти 4 года объем производства почти на 25%. Почти на четверть увеличена. Но, откровенно говоря, у нас экономика не выросла в таких объемах. На 25% за 4 года у нас нет роста. У нас не выросло на столько потребления в сельском хозяйстве, в стройке или в каких-то других секторах. При этом был еще и пандемийный год, когда в целом потребление снижалось. Например, по бензину это было ясно видно. Но по дизелю оно не особо сократилось. И оно сейчас увеличивается. Я вот эту метафору приводил. Это наш внутренний рынок сейчас. Он как дырявое ведро. Сколько бы мы ни производили, это топливо будет утекать за границу. Вы видели сейчас, это буквально актуальное видео, на этой неделе снятое, 5 октября. Приезжают фуры, заправляются бензином, дизелем, сжиженным газом. Перевозят это там, не знаю, 50-100 километров через границу. И продают там. И с одного рейса имеют 100-150 тысяч тенге прибыли. Но у меня, конечно же, вопросы о том, что нужно предпринимать в целом. Я в финальной части программы об этом расскажу. Но по текущей ситуации в целом ситуация более-менее стабилизируется. С Российской Федерации был подписан правительством индикативный план. Это был еще в 2020 году, получается, на 2021 год. И предусматривалась поставка дизельного топлива в размере 500 тысяч тонн. Ну, полмиллиона тонн. Это много для внутреннего рынка. Это было сделано с запасом на случай каких-то возможных, да, там, каких-то ЧП и так далее. Но, в принципе, как было, как мы сейчас видим, это было оправдано. То есть правительство в целом этот вариант просчитало. Сейчас мы видим, что в сентябре с российских НПЗ уже начались отгрузки дизельного топлива. Порядка 35 тысяч тонн отгрузили в сентябре. По октябрю у нас прогнозируется около 100 тысяч тонн поставка дизельного топлива из России. При этом, я еще раз подчеркну, у нас объем внутреннего рынка это 4,9 миллиона тонн. 100 тысяч тонн мы поставляем в октябре из Российской Федерации. Это 2% от годового объема. Далеко не катастрофа, скажем так. Однако здесь есть вопросы. То есть я эту цифру также приводил и в СМИ, и в комментариях, и в материалах своих. И в принципе эту цифру трудно как бы подсчитать, но о ней как бы говорят. 500-800 тысяч тонн в год это тот объем дизельного топлива, который серыми схемами вывозится за границу. Это Российская Федерация, Кыргызстан, частично Узбекистан. Вы может быть видели и встречали в новостях, перекрыт там небольшой трубопровод, через который там топливо подавалось в Кыргызстан через границу, ну под землей. А в Узбекистан перевозят наше топливо. В Узбекистане дизель стоит 360 тенге. В Кыргызстане где-то в районе 270. В России, это я все на летнее топливо говорю, да, дизельное. В России это 280-300. У нас дизель стоил 200. Естественно, в таких условиях вывозить его, это просто бесконечное, скажем так, золотое дно. И этим пользовались и продолжают пользоваться. Это нужно безусловно пресекать. Много мер предлагалось. Я предлагал не заправлять иностранный транспорт, грузовой транспорт по ценам внутреннего рынка. В том числе и легковой даже, потому что легковые автомобили, зарегистрированные в Кыргызстане, в России, в Армении, они же у нас налог на транспорт не платят. Но почему они по внутренним ценам тогда у нас заправляются? Давайте им другие цены ставить. И вот эта ситуация, безусловно, требует свое разрешение. Но в целом по октябрю, я думаю, что ситуация стабилизируется. По НХЗ, по Владарский нефтехимический завод выйдет с ремонтных работ в конце октября. Однако нужно понимать, и вот здесь я в своем материале подчеркивал это, это у нас дизельная репетиция. То, что мы сейчас видели. По Владарским НХЗ может выйти с ремонта. В какой-то момент может встать на ремонт ПКОП, в какой-то момент может встать на НПЗ. Но в любом случае это не меняет ситуацию. Наш внутренний рынок сейчас это не внутреннее потребление, это вывоз топлива. И сколько бы мы ни производили, мы в любом случае в какие-то моменты будем сталкиваться с дефицитом. Либо дизеля, либо бензина, либо сжиженного газа. Это вот такая дизельная репетиция. След за, конечно же, вот такими видео можно вспомнить, что вообще в целом в соцсетях происходило в это время. Но я могу сказать, что вот эти сообщения с поиском дизельного топлива я встречал везде. В мессенджерах, в соцсетях, в пабликах и так далее. Встречал даже там, где вообще это никогда не обсуждалось. Ну, родительский чат детского сада. Вот там было как-то вечером сообщение о том, ребята, мол, где найти дизель и что в целом делать, да, что происходит. Ну, смотрите, дизельный кэшбэк, который мы берем с России, он, естественно, к нам будет заходить по другой совершенно цене. В Российской Федерации зимнее дизельное топливо, точнее импорт, да, в прошлом году у нас был, потому что мы по зимнему не все перекрываем. Там арктическое есть еще. И если помните, то на дизельное топливо в прошлом году на зимнее у нас была цена где-то 260-270 деньги. На сегодняшний день на некоторых АЗС его продают по 330 тенге. Ну, то есть вот такой уровень цен это импорт из Российской Федерации. То есть то, что мы производим внутри страны, оно утекает в Россию, там продается теневым способом, а потом мы завозим определенные объемы из России вот по таким ценам. Ну, естественно, не очень-то это справедливо, скажем так, да. Ну, давайте во второй половине сейчас поговорим о том распространенном мифе о том, что подорожает дизель, подорожают фрукты, овощи и так далее. Очень простой пример. Я зашел на сайт Della KZ, спасибо им, они готовят такую аналитику. Там есть цены на грузовые перевозки по Казахстану. Это 20-тонные грузовики и на них различные цены. Можете зайти посмотреть. Я взял, в принципе, такое среднее направление, Алматы-Нур-Султан. И средний ценник на 20-тонный грузовой автомобиль, это, сейчас я скажу, 310 тысяч тенге. Это вот рейс 20-тонного автомобиля, который включает, как бы, все остальные расходы. Да, вы погрузили туда товар, он вам привез, вы его где-то в Нур-Султане разгрузили. Это около 246 тенге за километр пути, средняя цена. Ну, и в среднем в Казахстане это примерно вот такой уровень, где-то 220-250, ну, есть и там по 300 тенге за километр. Ну, разные цены, это 20 тонн, я подчеркну. Ну, и давайте, простой расчет. Смотрите, мы берем 20-тонник, допустим, купили мы с вами помидоры, да, стоят они, я не знаю, оптом, там, 300 тенге, например, в Алмате. Ну, я не знаю сейчас, какой уровень цен оптовых, ну, примерно так возьмем. Итого, чтобы мы перевезли вот этот объем помидоров, пусть не 20 тонн, пусть 18 тонн, потому что его под завязку, ну, невозможно же загрузить, да, как бы объем, он не всегда равен весу, да. И, допустим, 18 тонн. Мы пересчитываем это все, вот этот расчет есть в моем материале, очень-очень просто, очень-очень на пальцах. Берем, что 30-40 литров на 100 километров расходует средний дизельный автомобиль вот такой грузоподъемности. Проезжает там 1260 километров между Русланом и Алматой, ну, 1300 округлим. Итого он потребит 390-520 литров за вот все это время. Умножаем на 270, ну, пусть цена летнего топлива дизельного, который сейчас продается по таким ажиотажным ценам, она вот в районе там 270. Ну, по 270 давайте считать. Итого мы получим, если пересчитаем на килограмм груза, а мы перевозим 18 тонн, мы получим, что топливо вот этой цене, в цене перевозки будет составлять 5,8-7,8 тенге. Не более 10 тенге за килограмм стоит перевести, там, неважно, помидоры, фрукты, что-то еще, с юга на, допустим, до столицы. 10 тенге. Это причем, я говорю, при цене 270 тенге за дизельное топливо. Если мы возьмем, допустим, цену меньше, то там, соответственно, топливная составляющая еще меньше. Вот такой уровень цен на перевозку. Вот когда мне говорят, сейчас подорожала перевозка, там все начали там заряжать цены. Заряжать это в прямом и в переносном смысле, потому что на 10-20% сейчас перевозчики увеличивают свои цены. Вот смотрите, 10 тенге это топливная составляющая за 1 килограмм, да, вот на такое расстояние. Ну где здесь может быть какой-то существенный рост, если там пугает нас о том, что там на 100-200 тенге вырастут фрукты и овощи. Я думаю, что это очень такой выгодный миф самим перевозчикам, потому что, как мы видим, здесь цена не так велика ни топлива, ни в целом, да, вот этой суммы. Цена на вот топливо, она безусловно важна для самих перевозчиков, потому что если 310 тысяч тенге стоит рейс, из них где-то 33-45% это доля топлива вот в этих 310 тысяч тенге. Но все остальное это же условно их прибыль, ну пусть там какая-то есть амортизация, запчасти, заработная плата и так далее. Ехать там где-то, ну, 2 дня, ну, может быть, 3 дня, если не спеша, да, на грузовом автомобиле. Но в любом случае перевозчики-то не в минусе, и цены сейчас, ну, подросли очень серьезно. Так что я думаю, вот этот миф о том, что подорожает дизель и подорожает все остальное, это на самом деле миф. Мы его развеяли, ну, буквально на пальцах. При этом есть серьезные аналитические исследования о том, сколько топлива, вклад топлива в инфляцию, да, в том числе продовольственная, непродовольственная, ну, менее 1% вклад топлива вот в эту инфляцию. Так что это не так уж и страшно. Теперь, почему я говорю, что это дизельная репетиция, как я сказал, да, в любой момент мы можем столкнуться примерно с такой же ситуацией. Неважно, причем, где мы будем находиться. То есть, вот смотрите, мы эту заправку смотрели, это заправка где-то на окраине, она вблизи границы, и этот факт я подчеркивал. Сейчас приграничные АЗС продают больше, чем АЗС, которые в центральных частях наших крупных городов. Вот я показывал, да, там в Жамбылской области, если не ошибаюсь, у них продажи ГСМ в 2020 году, это даже не 2021, они сопоставимы с миллионным шимкентом. Ну, извините, разница-то огромная. ЗКО, моя родная область, у них продажи ГСМ были в 2020 году, опять-таки, почти так же, как в Актюбинской области. Актюбинская область гораздо больше, там гораздо развитие и сельское хозяйство, и промышленность, но при этом объем продаж одинаковый. Ну, понятно, что это дизельное топливо, ГСМ в целом его вывозят за границу. Здесь нужно, безусловно, ставить определенный заслон, потому что, ну, по-другому никак. Мы будем все время с этой ситуацией сталкиваться. И вот что я предлагаю в этом материале и предлагал до этого, может быть, вы видели, да. Ну, смотрите, у нас это бесконечный поток, и он, естественно, вот этот вывоз, да, и он, естественно, завязан на коррупции, потому что иначе на границе, я не думаю, что можно пересекать ежедневно, делать несколько рейсов. Ну, вот в парламенте недавно озвучили предложение, там, коммунисты о том, что нужно фиксировать, декларировать вывоз на АЗС это фиксировать. Это действительно достаточно проблематично, но это нужно делать. На границе нужно ставить заслоны для вот этих автомобилей, которые часто перевозят, по несколько раз в день ездят и пересекают границу. Естественно, нужно что-то делать, иначе мы с этим топливом, с этим топливным кризисом будем сталкиваться очень много раз. Ну, и месседж такой, что вот эта местечковая коррупция на границе или где-то еще, она очень дорого обходится и нам с вами, как автоподребителями, и топливную рынку в целом. Второе. В принципе, эту фразу достаточно часто можно услышать сейчас, но мы ее на Томикен Бизнес предлагали одними из первых. Лимитировать объемы продаж ГСМ в одни руки. Вот, как вы видели, большегрузные автомобили с переделанными баками могут заправлять несколько тысяч литров, до трех тысяч литров могут заправлять. Давайте не продавать им три тысячи литров, давайте продавать им меньше. Для чего мы вот спонсируем и субсидируем вот эту перевозку, допустим, фруктов из Кыргызстана, Узбекистана в Россию, ну или других грузов в целом, да? Они же вот за счет нашего топлива могут экономить, и вот эту выгоду получают. При этом, опять-таки, налогов и так далее в стране там особо от этого не остается. Ну, поэтому вот вывод и предложение о том, что нужно как-то лимитировать эти объемы продаж, заправлять иностранные автомобили не по ценам внутреннего рынка, чтобы мы не субсидировали вот эти перевозки, да? Это все-таки месседж, который я пытаюсь донести, его нужно как-то сделать, и это нужно как-то красиво завернуть и преподнести, потому что иначе мы будем бесконечно с этим сталкиваться, нам просто не будет хватать через там полгода, год дизельного топлива самим. Мы опять-таки можем с этим столкнуться по бензину, ну и вы сейчас увидели там по авиакеросину, там тоже Аэростана говорит, что у него может быть дефицит. Ну, третье, с чем я столкнулся и могу с этим, скажем так, поделиться точно, да? Отсутствует канал информации о том, где людям, автолюбителям, автовладельцам искать топливо вообще. Мы привыкли жить вот в такое время, когда ГСМ есть на любом АЗС. Примерный уровень цен, а он везде одинаковый, то есть ну плюс-минус там 2-3 тенге может быть, да? Это не критично, когда ты заправляешь там 30 литров, то есть это там разница 60-90 тенге, да? Но, как мы увидели, дизельное топливо люди искали везде. Звонили кому-то, писали, в пабликах публиковали. То есть по сути у нас нет какого-то телеграм-канала, мессенджера, сайта, горячей линии о том, где вообще людям искать топливо. Может это топливо есть не на этой АЗС, а через дорогу, ну там через квартал. Но человек же об этом не знает, он же не будет объезжать все АЗС вечером в поисках там дизельного топлива. А он причем, этот человек, который не нашел, он же сеет панику. И вот эта паника, она нарастает. Все начинают бежать там, заправлять сколько это можно. А ситуация с АЗС это в принципе как и банк. То есть если вкладчики все одномоментно пойдут в любой банк, не по одним нормативам национального банка, а казахстанские банки или международные в целом, они не могут выдержать такой наплыв, у них нет столько наличности. А вот это и происходит. То есть паника, все начинают ехать в какой-то АЗС, дальше там едут все эти толпы, а просто шагают в следующий АЗС. Ну как безумный Макс, да, не помните там, охотились за топливо. То есть здесь нужен какой-то определенный канал информации о том, где людям сейчас или на будущее искать это топливо. Это в принципе выгодно будет даже и самим АЗС, потому что они тогда могут ориентировать своих потребителей и сказать, ну да, у нас нет, например, на этом АЗС, но вблизи тебя там за 2 километра есть топливо, заправляйся сколько хочешь. То есть вот такой этот месседж, что нужен какой-то определенный канал. Ну и по поводу грузовых перевозок, конечно же, здесь следует отметить следующее. Я ради интереса прозвонил вот по объявлениям, по доставке вот этих грузов на грузовых автомобилях. Ну и естественно я спрашиваю, как оплачивать, как вам эти деньги. Ну и два там предложения. Каспи Голд, брат, и либо наличка. То есть, ну если ты можешь наличкой приехать и так далее, то наличка, если нет, то Каспи Голд. Ну, здесь, наверное, местным исполнительным органам МИО следует напомнить перевозчикам о том, что в целом большинство каких-то грузовых автомобилей у нас не зарегистрировано в качестве ИП, вероятнее всего не платят каких-то налогов, таким образом уклоняясь от уплаты налогов. Это, в общем-то, нарушение, за которое можно оштрафовать. Ну, наверное, с ними следует такую небольшую профилактическую беседу провести и сказать, что вот этим ажиотажем и отсутствием дизельного топлива на некоторых АЗС пользоваться нельзя. Не нужно в октябре завышать цены и сеять такую панику, потому что в любом случае после октября дефицит дизеля пропадет, ну и цены более-менее стабилизируются. Что я подразумеваю под стабилизацией цен? Нужно понимать, и я это много раз подчеркивал, наши цены за это время остались на практически том же уровне в соседних государствах, они выросли. Буквально сегодня разговаривал с журналистом, не буду тоже говорить, ну и опять тот же самый месседж, шапкозакидательские, скажем так, лозунги. Мы живем в нефтедобывающей стране, почему мы должны платить дорого за что-то еще? Я говорю, у меня есть материал, он также размещен на нашем портале «Инг Бизнес Киезет», называется «Нефть и зерно, вершки и корешки». Помните вот эту сказку, когда мужик обманывал медведя, ему там в разные урожайные, скажем так, эти сельхозпродукции отдавал либо корешки, либо вершки. Вот примерно то же самое. А задумайтесь, почему мы как зернодобывающее, как хлебодобывающая, скажем так, страна, платим за хлеб в два раза дороже, чем бензин. У нас булка хлеба в среднем стоит где-то в районе 150 тенге, плюс-минус. Это около 300 грамм, то есть это не полкилограмма, и уже давно это не килограмм. То есть килограмм у нас хлеба в целом примерно стоит 450 и выше тенге. Бензин, он, естественно, по плотности не такой, то есть он где-то надо умножить на 1,3 литра, и тогда мы получим стоимость килограмма. То есть в любом случае у нас будет стоить около 210 тенге по этому переводу килограмм бензина, и 450 будет стоить килограмм хлеба. Почему у нас хлеб стоит в два раза дороже? Вопрос об этом. Но поговорим и обсудим, конечно же, еще и другие факторы. Здесь еще по авиатопливу может быть какая-то ситуация. Вернемся и посмотрим, что же произошло у нас в итоге в октябре. Тем более, что после октября у нас должны стартовать торги дизельным топливом на биржевой площадке ИТС. Посмотрим, что и как будет складываться там. Я напомню, это программа Байделинов нефти. Увидимся через неделю на Атомикен Бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова